Простую формулу борьбы со стихийной торговлей в действии сегодня наблюдали жители и гости Анапы. Электрики обрезают провода, которые по веткам деревьев, фонарям и опорам уличного освещения тянутся к незаконным точкам. Полиция тут же оформляет протоколы. Коммерсанты ходят кругами, пытаясь отстоять имущество любой ценой и избежать штрафов. Но сегодня точно не их день. Исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков присоединился к рейду полиции и своих подчиненных. Насиженные места нелегалам приходится спешно покидать. Давайте документы, пожалуйста. Я говорю, документы пока... Хозяин. У вас-то они должны быть здесь на рабочем месте документы. Зачем мне хозяин? Значит, грузить на эвакуатор и увозить ее, эту бочку отсюда. На верхней набережной рассадник незаконной торговли. Только одно место с муниципальных торгов. Остальные – самовольный захват муниципальной земли. С такими нечего церемониться. Вопрос очень простой. Это касается не только верхней набережной. Возьмите схему дислокации. Где объекты проданы с торгов, да. Остальное все режьте, независимо от того, откуда он присоединился. За несколько дней совместная работа сотрудников ГИБДД, полиции общественной безопасности и управления торговли дала ощутимый результат. Только с улицы Гребенской вывезено свыше 40 незаконных, некапитальных конструкций. А куда вы ее качете? Куда ходить не надо. Это не надо на парк-отеле. Это все будет убираться. Не надо на парк-отеле. Сейчас я уйду от парк-отеля, она опять будет стоять. Не здесь, а вот там через 10 лет. Нет. Позиции у руководства курорта однозначные. Нет документов, нет права на бизнес. Тем более таким варварским способом. С истоптанными газонами, антисанитарией и ворованной электроэнергией. В борьбе с нелегалами Юрий Поляков объединил все службы.